Всем привет! Боль в пояснице. Как убрать ее комплексно? Много я про это уже говорил, но покажу еще раз вкупе, как собрать все это в кучу. Для начала нам нужно протестировать основные стабилизаторы поясницы. Поехали, показываю. Тестируем сначала подвздошно-поясничную мышцу. Подробнее здесь, там прям четко все показано. Я просто тестирую и смотрим, какая из мышц сейчас покажет гипотонию. Мы просто их полечим, вылечим и поясница будет без боли. Подвздошно-поясничная. Раз, ротация, выводим кнаружи, удерживайте ногу тут и просим давить ногой вверх. Давите вверх. Она тонизирована. Сразу проверяем с другой стороны. Держим. Вам надо встать туда, а я стоять буду здесь. Вверх. Тонизирована. То есть с подвздошно-поясничной у нас больших проблем нет. Соответственно, если пациент жалуется на боль в пояснице и у вас подвздошно-поясничная в тонусе, то есть проверяем следующую группу мышц, пусть это будут квадратные на данный момент. Квадратный тест. Опять же, все тут. Не забывайте. В той же самой подсказочке. По краям держимся за кушетку. Ноги вместе. Чуть в сторону. Стабилизация. Давим двумя ногами влево. Так мы тестируем левый квадрат. Он в тонусе. И сейчас давим двумя ногами вправо. Давим, 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 давим. И он в тонусе. То есть тонус, тонус. Все у нас в тонусе. Квадраты тоже в порядке. Что же еще может создать болевые ощущения? Поясница. Ягодичные. Большие. Тестируем. Тест большой ягодичной мышцы. Где он? Вон там. Показываю. Тестируем. Согнуть. Отвести. Удерживайте тут. И бедром вверх давим. Здесь тоже тонус. Согнуть. Отвести. Удерживайте. И вверх давим. А тут у нас гипотония. И вот из шести протестированных мышц у нас сейчас в дистонусе, то есть в гипотонии, именно правая ягодичная мышца. Соответственно, у нас позиция крестца будет немножко меняться. От этого крыло таза будет чуть-чуть вверх уходить. И как результат, скорее всего, боль будет создаваться за счет именно гипертонуса квадратных мышц поясниц. И возможно, подножно-поясничных мышц. Вот какая хитрость. Так мы-то тестировали. Квадраты были в тонусе. Но давайте их перепроверим на нормотоничность после того, как мы сейчас полечим правую большую ягодичную мышцу. То есть ее вылечим и посмотрим. Вдруг поясница слетит. Лечим. Подробно, опять же, как лечить большую ягодичную мышцу, в подсказках сейчас вы найдете. Это видео про подсказки. Потому что мы просто в кучу собираем весь обзорчик, в которых видео я показывал про лечение про спину. Быстренько полечим правую ягодичную мышцу. Для этого находим ее место крепления. Прямо вдоль крестца. Вот она здесь. Я ее щупаю, а вы смотрите. И лечим. Находим самые болевые зоны. И пролечим немножко. Ну или чуть-чуть. Ну или совсем немножко локтем. До легких слез пациента. Пусть они будут слезами счастья. Волчьи слезы счастья. И перетестируем. Согнуть. Отвести, удерживать. Давим вверх. Вверх, 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 вверх. Отличный тонус. А теперь проверим квадраты. Держимся по краям за кушетку. Ноги вместе. В сторону. И двумя ногами давим влево. Тонус. С левой стороны. А ну-ка с правой. Давим направо. Справа тоже. Тонус. Подвздошно-поясничный. Как они отреагировали на тонизацию ягодицы? Удерживайте. Вверх. Правая ППМ-ка уехала. И вот, скорее всего, она и создавала боль в пояснице. Но перепроверим слева. Удерживайте. Вверх. Тут тонус отличный. А теперь надо полечить правую подвздошно-поясничную мышцу. И боль в пояснице, скорее всего, отпустит. Вот здесь я ее лечил. Жестко лечил. У него же лечил. Это же и сам человек. Да, лечу. Согните ногу. И лезем под крыло. И слушаем, как болит. То есть нам это сделать нужно демонстрационно. То есть я просто активирую по месту крепления крылу. Получается большую поясничную мышцу. Легко повключали. Выпрямляете ногу. Держим. Давим. И она тонизирована. Если это был бы реальный пациент с болью поясницы. Все так бы и происходило. И надо попросить теперь его встать. Походить, посгибаться, понаклоняться, поразгибаться. Боль практически сразу отпускает. Он получает счастье движения. Он получает легкость, активность. А в движении есть жизнь. Во время этого движения координируются все остальные стабилизаторы. Поясничного отдела и таза. И боль проходит. Нужно ли это закреплять? Скорее всего нужно. Потому что на уровне структурного здоровья это нужно делать в течение еще хотя бы недельки. Эти же подсказочки, которые я вам даю, можете отправить им. Пусть они полечат сами себя и избавятся от боли в пояснице. Вот таким вот комплексом. Рад был делиться.